Так, сегодня мы, ну, я думаю, сегодня вебинар получится немножечко короче, может быть, вы зададите какие-то вопросы. Сегодня я буду рассказывать о том, как построена вторая часть, вторая часть, значит, олимпиадных заданий, а именно ИСЭ. Эта часть, она присутствует и в 10 классе, и в 11, но главное отличие состоит в том, что в 10 классе она весит значительно больше. Соответственно, участникам 10 класса нужно обратить внимание на эту часть более серьезно, потому что она 60 баллов, если я правильно понял, составляет максимальная оценка из 100. А в 10 классе, тем не менее, хотя эта часть весит 40 баллов, но поскольку у вас более серьезные выдачи на кону, тоже это задание нужно поднестись серьезно. Значит, подготовиться к нему одновременно и сложнее и проще, чем к первой части, потому что в тестовой части могут быть задания, ну, которые вы какой-то очень просто не знаете. Что касается ИСЭ, там более свободная форма и вот что-нибудь вы донапишете. И для многих это вот такая ловушка становится, то есть к второй части, в принципе, не готовится. И в целом, к сожалению, надо отметить, что в целом уровень подготовки участников КСЭ, он, к сожалению, не очень высокий, подавляющий в большинстве случаев. Вот, поэтому в этом году я призываю подготовиться к этой части, чтобы получить более высокий балл. Так, значит, ну, еще раз, на всякий случай, я напомню литературу, в которой стоит готовиться. Это вот базовая литература, в которой вы готовитесь к первой части. Вот, и, соответственно, я тут хотела бы обратить внимание на последние четыре книжки, которые тут представлены. Это вот та база, которая вам позволит подготовиться к второй части КСЭ. Вы заранее для себя выбираете какой-то регион и начинаете вот прямо сейчас готовиться к тому, чтобы написать КСЭ по тому региону, который вы в дальнейшем планируете изучать. И начать я рекомендую вот с этих книг «История Китая», либо «История Японии», либо «История Кореи». Вот, когда вы освоите вот эти книги, вы можете переходить в основной списке литературы и, в принципе, читать вот о том направлении, которое вам более интересно. Чем больше информации вы успеете освоить, тем лучше. Значит, как я уже говорила, это тоже я в прошлый раз показывала. Единственное, что я добавила несколько пунктов. Значит, вам поможет чтение новостей о вашем регионе регулярно, раз в день, раз в два дня, достаточно просматривать новости. Тем более, что регионы у нас такие, достаточно имеющие много контактов с Россией, с другими частями мира. Вот. И новостей о них даже в русскоязычном сегменте интернета довольно много. Сейчас я чуть позже поясню, почему так важно просматривать новости. Значит, еще раз, знание политической карты мира, знание этнолингвистической классификации, потому что есть задания, которые связаны с всяческими техническими конфликтами. Для общей эрудиции и общего бэкграунда хорошо смотреть художественные фильмы, не только фильмы-книжки, художественную литературу читать. Это вам даст, во-первых, какие-то детали, во-вторых, если вы выбираете направление, связанное с художественной культурой, это тем более вам очень сильно поможет. Вот. Нужно иметь представление о религиозных и философских течениях самого региона, базовые знания экономической, демографической и внешней политической обстановки региона. То есть, какие основные проблемы сейчас стоят на поверхности? Ну, например, если вы выбираете Корею, то, естественно, проблему, во-первых, ядерную кандерию вы не можете пропустить, проблему, собственно, существования двух корейских государств вы не можете никак пропустить. Какие-то конфликты, например, территориальные, которые вы пригодили, там, если убираете Ближний Австок, ну, никак-то не можете пропустить арабо-израильский конфликт, то есть, как минимум, какие-то базовые общие сведения вот о таких серьезных проблемах вы должны иметь. Вот. Особенно хочу подчеркнуть здесь, ну, экономика, понятно, да, значит, демографию, там бывают у нас вопросы, связанные с демографией, и желательно вообще представлять себе, ну, хотя бы, какая общая динамика, да, то есть, где население сокращается, где население увеличивается, какими темпами, и хотя бы вот порядок, сколько человек в той стране, которую вы собираетесь изучать. То есть, чтобы, ну, так сказать, до, так сказать, тысячи, тем более, ну, единицы знать, не нужно, но вот представлять себе порядок населенности, так сказать, Кореи, стран Ближнего Востока и Царя необходимо. И если вас интересует художественное направление, культурное направление, то хорошо бы знать жанры, основные литературы изучаемого резона. Направление в изобразительном искусстве и так далее. Ну, и наиболее известные имена поэтов, художников. Значит, тут может показаться, что очень большой список, я, так сказать, вам предъявляю, но на самом деле нет. На самом деле, значит, все задания в подавляющем большинстве построены в следующем месте. Во-первых, у нас четыре региона, и вы заранее выбираете один из них. Китай, Корея, Япония или Ближний Восток. Остальные регионы вы выбираете какой-то один, остальные вы смотрите, поскольку вы хотите решить первую часть. Вот, все, что касается эссе, вы выбираете один регион, и об остальных просто можете даже не заморачиваться, что там происходит. Дальше, когда вы выбрали регион, значит, вы должны для себя прикинуть, значит, тематические блоки. Вам на выбор дается три варианта эссе. Вы должны выбрать один, я должна прикинуть только один из этих предложенных вариантов. Значит, тематические блоки, они следующего, значит, содержания. Во-первых, там представлена история. Во-вторых, культура, искусство, религия. Я, кстати, достаточно разношусь на вопрос, но в целом они вот обладаются в культурно-религиозное развитие регионов. И социально-политические проблемы регионов, причем я подчеркиваю несовременные социально-политические проблемы, которые вот прямо сейчас, там последние год-два, там, может быть, 10 лет стоят на повестке. Значит, что касается истории, значит, сразу вам должна сказать, совсем-совсем лохматые древности там практически нет. В основном это в подавляющем большинстве какие-то исторические события, которые происходили последние, там, лет 200-300, и которые имеют очень большое значение для страны вашего изучения, в ходе того, что влияет, в каком-то смысле, и на сегодняшний момент, по крайней мере, сильно влияет на дальнейшее развитие в 19-м, 20-м, 21-м веке. Могут иногда попасться какие-то события более старые, там, с нового времени, с средних веков, но это будут какие-то очень большие события, то есть мелких отдельных исторических вопросов, связанных с очень мелкими детальными, нет, то есть это какие-то крупные события в подавляющем большинстве, связанные с историей 19-го и 20-го века. Вот на это, пожалуйста, обратите внимание, да, поэтому, когда вы будете читать историю, если вы выбираете вот это направление, больше обращайте внимание на относительно недавнее. Так, следующий блок – культура, искусство и религия. Ну, здесь, мне кажется, более непорядок, то есть нужно иметь довольно много литератур, посвященных традиционным религиям Китая, Японии, исламу очень много. Вот, здесь, в принципе, мне кажется, достаточно понятно, как готовиться, то есть вы должны знать основные направления изобразительного искусства, основные жанры литературы, основные жанры театра, основные религиозные течения. Ну, да, тут большой достаточно объем информации, с одной стороны, с другой стороны. Если вот эта тема вам искренне интересна, то читать вам будет об этом желательно и довольствие. Вот, ну и такой вопрос, значит, блок вопросов – это социально-политический или социально-экономический, как иногда бывают, проблемы региона. Значит, это вот тот вопрос, которому очень и очень нужно читать последние новости, потому что иногда, проверяя эссе, сталкиваешься с тем, что у участника он там прочитал... прочитал какую-то книжку, допустим, 80-х годов, да, или там 90-х годов, и у него в голове картина мира, и после этого ничего не читал. И у него, говорят, актина мира вот для уровня 80-х-90-х годов. Ну, наиболее характерный пример, то есть когда пишут, например, про экономику, вот, связанную с Дальним Востоком, тут про Японию пишут, что в Японии, значит, экономика растет огромными темпами. Ну, в Японии экономика, она стагнирует последние, там, уже практически 30 лет, да. Соответственно, сразу идентификатор того, что вот человек не судит. Значит, да, сейчас я отвечу на этот вопрос. Значит, человек не следит, да, вот за последними событиями. Или наоборот, то есть, что вот про Китай часто замерзают. Китай довольно большой путь проделал в последние несколько сотых лет. У некоторых тоже представления на уровне 80-х годов как будто реформы, значит, Дэн Сяопина вот только-только начались. Ну, нет, это не факт. Япония уже, Китай уже записьнил в Японию экономическом регионе, и это уже довольно, господи, давно произошло. Вот, да, значит, эссе повествования или эссе рассуждения. Это зависит от вопросов. Значит, но в подавляющем большинстве все-таки это эссе рассуждения. Значит, повествование должно быть в том, оно может быть включено в ваше рассуждение. Да? Значит, если у вас вопрос какой-то исторический, ну, например, там, не знаю, какое-то событие, да, вы должны рассмотреть, например, вот и у него есть в Китае, естественно, вы должны начать с того, что, значит, во-первых, какие были предпосылки причинного войны, потом вход в события, какие были договоры заключены, ну, естественно, в условиях ограниченного времени, это тоже нужно сделать скидку, и потом и другие. То есть, ну, получается, действительно, повествование, в общем, выстроено в хронологическом порядке. Значит, все, что касается тем нестрого исторических, там лучше придерживаться какой-то логики. Например, если у вас там есть вопрос, не знаю, какие-то основные жанры, поэзии или литературы, то вы перечисляете в удобном вам порядке вот эти жанры и описываете их особенности. И там, не знаю, их сопоставляется. Вот. Ну, скорее, да, ближе к рассуждению. Значит, на самом деле, план, вот, он не очень важен, да? Главное, чтобы он был. Ну, то есть, ну, главное, чтобы он соответствовал... Я вижу, что нет какого-то единого плана, по которому вы должны отвечать. Есть. Ну, план должен соответствовать просто логике ваших рассуждений. То есть, не надо прыгать с пятого на десятый, а так, в принципе, план свободный. Какого-то ограничения тут нет. Главное, чтобы была видна, что ваша логика и уровень аргументации. Так, дальше. Значит, практические рекомендации, знаете, они, с одной стороны, могут показаться очень банальными, да, и очевидными. Тем не менее, значит, все-таки хотелось бы, потому что из года в год в одно и то же лужу садятся участники. И мне кажется, они, на самом деле, подойдут для любой олимпиады, не только для рассуждения, тем не менее. Значит, не беритесь за темы, которую вы не знаете. Значит, если вы не знаете... Иногда лучше меньше написать, но без явных ошибок. Потому что бывает, что в каких-то вопросах просто вот участник начинает придумывать. Вот чего нет. Если вы придумаете, это заметно проверяющему. Лучше иногда даже написать там полстраницы, чем три страницы, из которых две с половиной и будут просто вот ваши какие-то фантазии, да, на тему. Так, значит, что касается... Что касается вот исторических, в особенности тем, значит, не бойтесь дат. С одной стороны, вы должны в них ориентироваться, да. Ну, там у вас, я бы сказала, древности не будет, но все-таки, значит, практически не будет. Все равно в датах нужно ориентироваться. То есть, примерно, что в каком веке происходило, что в какой последовательности шоуровать. Ну, нужно себе там, что-то, развитие вашего региона, примерно представлять. Но совсем не обязательно его представлять в очень мелких деталях. И чем давнее событие, которое вы хотите упомянуть, тем... Сейчас отключу. Значит, чем давнее это событие, тем меньше точность от вас требуется. То есть, вы можете оказать, если это древность, какое-то тысячелетие, столетие, в 20-м веке вполне подойдет десятилетие. Что-то у нас там произошло, можете говорить, не помните точно так, напишите 50-е годы, послевоенные годы. Это нормально, да? Лучше так написать, чем вот ошибка. Сейчас про объем, и вы пишите вопросы, я закончу свой рассказ, да, о практических рекомендациях, тогда отвечу на вопросы. Так, значит, очень важно, обратите внимание, отвечайте на тот вопрос, который поставлен в задании. Значит, бывает такое, что вы очень хотите продемонстрировать эрудицию в смежных областях, какие-то, но иногда так получается, что вы эту эрудицию демонстрируете вместо ответа на поставленный вопрос. Я попозже переведу пример, будет более мне понятно. То есть, это прокатит только вот, если вы конкретно на вопрос, ответ, ну, не очень знаете, но что-то хотите, значит, написать, показать, что вот чего-то вы знаете. Ну, тогда да, значит, вам поставят половину даже максимального балла, если вы хорошо смежные области пишете. Но, в принципе, ваша цель все-таки ответить на тот вопрос, который задание, а не вообще на любой, да, поэтому внимательно читайте. Так, еще одна наша практическая рекомендация, тоже достаточно банальная, вот по поводу плана. Прежде чем писать ответ, составляйте план. И вы можете не писать полностью черновик, но план составьте. Потому что, когда, я понимаю, что эссе, это такой вот жанр, который можно писать абсолютно свободно, но у нас все-таки не художественное воспроизведение, должны написать со всяческими там рефренами, повторными, и кульбетами, сюжетными, и флешбеками, у нас все-таки более-менее академическое эссе должно получиться. Вот, поэтому составляйте план. Значит, если вас спрашивают о причинах, ну, например, вопрос, касается причин, какого-то там события, или его последствий, пожалуйста. И, значит, разбивайте на две части. Был это такое-то, такое-то событие. Его коротко описываете. Дальше, значит, его причины. Дальше вы, значит, по пунктам перечисляете причины. Можете их нумеровать. На самом деле, даже это хорошее впечатление производит, но проверяющего, если вы там пункты между собой, друг от друга, отделяете. Вот, первый, второй, третий. Дальше, значит, закончили с предпосылками, с причинами, значит, дальше итоги там какой-то войны, последствия. Пожалуйста. Если вы эти итоги там сгрубируете, не знаю, там еще какие-то части, например, какие-то международные итоги, или итоги внутренних для этой страны, это тоже очень плюс. В общем, значит, план должен быть четкий. А конкретный план, еще раз подчеркиваю, зависит от темы эссе. Дальше. Значит, поменьше пишите о себе о своем личном опыте, вопросах, которые этого не требуют. Значит, тоже дальше я там приведу пример, будет более-менее понятно. Значит, вы можете что-то привести, то есть нормально, если вы пишете, нормально, если вы пишете, я считаю, что, да, вот, и дальше вы аргументируете. Это нормальный уровень, так сказать, вашего личного увлечения в тему. Вот. Но, если, ну, в любом случае, свой вот личный опыт от вас не требуется. Значит, ваше увлечение и так далее. Не надо, я сейчас, например, приведу, значит, тогда станет более-менее понятно. Значит, вот, сразу отвечаю, значит, грамматические ошибки нет. Я, значит, проверяющие, другие, мы не снижаем баллы за грамматические ошибки русского языка. Ну, в принципе, грамотная речь, конечно, более благоприятное впечатление, произведение. Но, нет, специально не снижаем. Значит, старайтесь соблюдать, вот, потому что это смежная тема, значит, старайтесь соблюдать транскрипции на странных терминов с помощью кириллиц. Значит, если вы пишете о Китае, значит, если вы пишете о Китае, то, значит, система транскрипции Палладия, это наше число, если вы пишете о Японии, то, соответственно, система Пальванова, в корейском проще, да, сложнее, простите, то есть там две системы Концевича-Холодовича, в случае какую-то одну нужно выбрать и ей придерживаться. В арабском языке, там, значит, эта система транскрипции тоже, она четкая, их легко найти, там, в той же Вики-Тейте. Оно очень, их легко, на самом деле, выучить, как они транскриптируются. Вот, ну, в принципе, если вы, там, литературу, рекомендуем, читаете, то вы уже сразу вспоминаете, как слова пишутся. Так, значит, то есть, ну, например, с Китаем приведу пример, то есть, если вы пишете эпоха Танг, а не эпоха Танг, но это, да, не очень производит приятное впечатление, прям сразу ноль, конечно, баллов вам проверяющий не поставит, но на пару баллов можно снять. Вот на это я, в первую очередь, если когда вы говорите про ошибки, вот на это я, в первую очередь, призываю внимание обращаться. Вот. Так. И, значит, если вы пишете, это я уже говорила, если вы пишете о современности, убирайте тему современности, пожалуйста, продемонстрируйте, знание именно о современности, а не каких-то реалий, там, 90-х годов, 80-х годов, тем более, не более ранних периодов, да, читайте новости, да. И более того, там, насколько я помню, ну, в общем, там бывают вопросы, которые посвящены вот событиям последних, подруглевать знания событий, значит, последних, которые в течение последнего года произошли. Поэтому, вы интересуетесь современностью, вы ее серьезно интересуетесь, да, пожалуйста. Да. Дальше. Значит, по поводу объема, да, по поводу объема. Там, смотрите, у вас лист с заданиями, он, сейчас я вспомню, по-моему, там где-то три листа у вас получается, вообще, в объеме у вас никто не ограничивает. Значит, и, так, не буду говорить, что чем больше, тем лучше, значит, главное, это вот ценность. То есть, главное, чтобы вы изложили какую-то точку зрения и полностью раскрыли свою аргументацию, она была убедительной, основана на каких-то фактах. Значит, за, ну, понятно, там полстраницы это мало, то есть, какой-то развернутый, там вопросы все достаточно подробные, и развернутую мысль вы в полстраницы не уместите никак, да, то есть, где-то в среднем вот те самые две-три страницы, да, чтобы получить максимальный балл, ну, где-то две-три страницы, еще же зависит от почерка, да, вот, ну, в них, да, надо писать где-то две-три страницы подробно, чтобы получить вот те самые, там, сорок, в одиннадцатом, в шестом, в десятком классе. вот, ну, в принципе, прям, писать вот все, что угодно, лишь бы набрать объем не надо, лучше будет меньше, но будет четко, то есть, ставится оценка за ваше знание фактов, знание вот этой темы, умение излагать, вот, ну, и плюс еще учитывайте, что все-таки ограничения по времени, да, в любом случае, там, диссертацию за отведенные час не напишите. Поэтому на объем, на самом деле, не заморачивайтесь, составляете план и пишите по тому плану, который вы составили, и чтобы вы успели раскрыть все пункты и еще выводы в конце написать. Вот это вот главное, а не конкретные ответы. Так. Значит, ну, я приведу примеры, да, и, соответственно, какие там могут быть типичные ошибки, я, в принципе, о них уже упоминала. Вот, например, такое, это из прошлых лет тоже тема, значит, перспектива объединения корейского полуострова на современном этапе. Значит, ну, хорошо, там, вы где-то, не знаю, в три предложения уместили предысторию, да, вот это вопрос по современности. Значит, вам тут по истории именно разделения корейского полуострова много писать не надо. То есть, там, может, в корейскую войну, там, зону оккупацию советскую, зону оккупацию американскую, в принципе, где-то абзаца в начале достаточно по этому вопросу. И переходите к современности. вот, ну, вот это тот вопрос, который требует, значит, следить за новостями, потому что нужно там знать, что произошла, например, встреча Мунжиина с Ким Чим Ином, да, и сразу там оживились. Можно там, например, упомянуть, что вот Корея сейчас, не знаю, ведет непростые очень отношения с Японией там нарушились, значит, экономические связи в регионе, по мнению некоторых экспертов, значит, это вот может привести к объединению, там можно по мнению какие-то реформы в Северной Корее, которые в последние 5 лет которые кончеными происходят, значит, короче говоря, вот эта тема требует именно того, чтобы вы читали новости, читали аналитику именно по современному состоянию на Корейском полуострове. Ошибкой здесь главной будет углубиться в историю. углубиться там в 50-е где-то годы 20-го века, ну это 40-е, вот, это неправильно, да, то есть хорошо, вы прогемонстрируете, что у нас есть разделение, дальше вы должны поразмышлять о перспективах. Но конкретно вот эта тема, она сложная, потому что тут серьезные там аналитики не могут с этими перспективами разобраться, вот, но в любом случае это все современное. Вот, значит, следующий пример «Японское экономическое чудо». японское экономическое чудо, причины и социальные последствия, тоже несколько, я достаточно сложные эти вопросы подобрала, там, ну, не такие сложные в этом году. Значит, вот тут, значит, две типичные ошибки. во-первых, можно знать, так сказать, матчасть. Японское экономическое чудо это не вообще о том, что в Японии очень высоко развитая экономика, это конкретный период развития японской экономики. Если совсем конкретный, это, значит, период высоких темпов экономического роста с 58-го по 73-й год. Все. Это не 80-е, это не 90-е, тем более, годы, и не нынешние. То есть надо знать этот конкретный период, то же самое в Корее есть, да, можно знать, когда это было. Это первая часть, да. И вторая часть, посмотрите, понимаете, на вторую, значит, причины, ну, причины, не буду перечислять, это надо тоже прочитать, как бы, знаете. Вот, социальные последствия, не просто последствия, а социальные последствия. Здесь нужно было, предполагалось составить, что вы напишите о формировании, массового, среднего класса, например, о формировании вот этой системы пожизненного найма, что вы напишите, например, о там, сходе на нетмелого движения, профсоюзного движения, здесь много чего можно написать, но именно вот нам нужны социальные последствия. А, значит, логическую ошибку, которую вы пускали, то есть писали про экономику, и дальше писали какие-либо были экономические показатели, про социальные последствия, почему-то не писали, да, поэтому вот это пример того, что я говорю, нужно писать, значит, по тому вопросу, который задание, а не внимательно учитывать. Вот, ну и последний пример, значит, это вроде бы вопрос, ну, для тех, кто интересуется висламской культурой, представление семьи и браки в исламе. Значит, вроде бы, ну, как бы, вот он простой, мне так казалось, на самом деле оказался, что достаточно сложный, потому что, значит, значит, те, выбирали, значит, участники, и дальше они писали, что там, например, у нас, ну, не знаю, в Узбекистане, да, или у нас в Таджикистане, и дальше, значит, ну, человек сам мусульманин, судя по всему, сам предполителю ислама, и дальше он писал, вот, мое личное отношение к семье, и брак, как он там будет любить жену, когда он женится, вот, ну, это, конечно, все прекрасно, да, то, что там, в юном возрасте человек серьезно к созданию семьи относится, но вопрос здесь был не об этом, вопрос был, вот, почему вы не пишите о себе, да, в данном случае нужно было писать о том, какие нормы правовые, основанные, там, на Коране и на других источниках мусульманского права есть по поводу семьи, да, ну, можно было там какие-то региональные традиции раскрыть, да, то есть там, какие правила вступления в брат, какие правила развода, какие там имущественные права, связанные с братом и так далее, а о том, как вот я лично вижу семейную жизнь, ну, это не эссе, да, научное, у нас научное, там, вот, это, так, ну, вот, это, пожалуй, все, что я хотела сказать по поводу эссе, значит, еще раз повторю, значит, нужно, вы выбираете регион, и выбираете, лучше будет, если вы выберете какое-то одно из направлений, история, значит, культура, религия или современность, и будете к нему усиленно готовиться, остальные, как запасной вариант, вы можете там что-то посмотреть, но, вот, лучше готовиться к одному направлению, вот, мне кажется, туда эссе ваше будет более выигрышно, вот, если есть какие-то вопросы, можете их сейчас задать, или прислать на почту, которая на слайде поставлена. Вы знаете, вот это, да, про, значит, если взять первое место в 10 классе, я не знаю, это надо оргкомитету этот вопрос адресовать, вот, на почту напишите, вам ответить, не могу сейчас подсказать. Ну, в любом случае, я добавлю, что стоит участвовать в 10 классе, это опыт, в любом случае, вам дает, вы свои силы прикиньте, независимо от того, какое место вы займете, вы, вам будет проще понять, как вообще участвовать. Хорошо, если нет вопросов, тогда я отключаюсь, и если потом они появятся, вы можете по указанному адресу направить, и я тогда через оргкомитет отвечу в письме. Всем спасибо за внимание, до свидания.